Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Арсения, Арина, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все участники страны безопасности уже прошли половину пути, и сейчас спасайка покажет вам, какие у них результаты. Итак, внимание на экран. Ребята, у вас осталось только две темы. Это природные стихии и опасные игры. Давайте же выберем одну из них. Сделаем это прямо сейчас. Окей, это природные стихии. Мы выбираем тему природной стихии. Итак, ребята, выбор сделан. Сегодня вы выбрали тему природной стихии. А какие вам известны опасные стихии и правила поведения при них? Торнадо может овалить все деревья, и они зажгутся. Гроза. Нельзя стоять возле одиноких деревьев, потому что в них может попасть молния, и загореться может дерево. Правильно. Арсений, какие тебе известны стихии? Ураган. Оно может повалить все деревья, и они зажгутся. Они зажгутся, а тьфу-тьфу-тьфу. Они, да, повалятся, и могут они на тебя упасть. Молодцы, ребята. За правильный ответ вы получаете бонусный балл. Но для того, чтобы ваш ответ дополнить, я предлагаю вам посмотреть мультфильм. Смотрите его внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Сто советов, как навредить! Погодка сегодня просто замечательная. В такую погодку лучше всего кушать морковное мороженое. Ой, что это? Друзья, во время грозы не следует прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если поблизости нет деревьев, где можно укрыться, вы можете лечь в низменность или канаву. Мамочки-курочки, мне страшно. Спокойно. Главное не паниковать. Отключите все свои мобильные телефоны. Мы заблудились. Срочно звоните в 112. Пусть нас ищут. Если вы заблудились в лесу, идти нужно вдоль линии электропередач, железной дороги или вдоль реки. Эта дорога обязательно выведет вас к какому-нибудь населенному пункту. Долго нам еще идти? Я уже задних лап не чувствую. Ура! Деревня! Я вижу деревню! Мы спасены! Спасибо тебе, книга! Твои советы нереально крутые! Вот видите, а вы переживали. Со знаниями правил безопасности никогда не пропадет. Итак, ребята, первое испытание. Оно на сообразительность. Почему Боб рассказал своим друзьям отключить мобильные телефоны? За правильный ответ вы можете получить 3 балла. Если дождь пойдет, он может дать током. Да? Или что? Ударит током, но если электричество... А подожди, а если молния в него ударит, то он взорвется. Нет? Арсений, ты, в принципе, правильно мыслишь, только дополни свой ответ и додумай все-таки, что во время грозы, чем опасно пользоваться мобильными телефонами. Что самое опасное во время грозы? Арина сказала, что нельзя стоять у одиноких деревьев. Но почему? Почему нельзя пользоваться мобильными телефонами? Потому что, когда ты захочешь позвонить, и будет молния, тебя может ударить током. Или промокнет телефон и потом взорвется. Может молния ударит телефон. И потом тебя зато и ударит. Да, молнией. Конечно, правильно. При пользовании мобильным телефоном во время грозы увеличивается вероятность попадания молнии. Поэтому Боб рассказал своим друзьям отключить мобильные телефоны. Это правильный ответ. Вы зарабатываете 3 балла. Я вас поздравляю. Ура! 3 балла еще. Уже 4? Да, еще 4 балла. Это плюс 18. 21 балл. Уже 4. Это уже 4. Подождите, 22 уже балла у нас. Ребята, запоминайте. Лучше всего во время грозы прятаться в помещении или в автомобиле. А вот прятаться на остановке общественного транспорта или под козырьком небезопасно, так как эти строения молниезащиты не имеют. Если же вы находитесь в парке или в лесу, лучше всего прятаться в кустарниках, так как высокие деревья являются естественными громоотводами, и молния попадает в них чаще всего. Также следует держаться подальше от линий электропередач или других больших металлических ограждений. Запомнили? Да. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответов на мой вопрос вам нужно выбрать верный. И сделайте это за максимально короткое время. Что нужно делать, если вы потерялись в лесу? Вариант номер 1. Не паниковать и идти вдоль линий электропередач или железной дороги. Вариант номер 2. Громко кричать «Помогите!». Либо вариант номер 3. Залезть на самое высокое дерево и вызвать спасателей по номерам телефонов 101 или 112. Если есть телефон, тогда остаешься на месте и звонишь. И звонишь спасателям. Да, спасателям. А если нет телефона, тогда первый берешь. Если есть телефон, то ты звонишь спасателям. А если нет, то ты идешь вдоль линии, сначала нужно найти, а потом ты идешь вдоль линии электропередач. В принципе, ты правильно ответила. Если у вас под рукой мобильный телефон, то нужно в первую очередь оставаться на месте, если вы поняли, что потерялись. И вызывать спасателей по номерам телефонов 101 либо 112. Также можно еще сообщить родителям о том, что вы заблудились. И, конечно, если видите линии электропередач, но телефона у вас с собой нет, можно идти вдоль линии электропередач или же вдоль железной дороги. Тогда вы выйдете в деревню либо населенный пункт. Правильно вы ответили, поэтому вы зарабатываете 2 балла. И приступаем к нашему третьему испытанию. Если вы ответите правильно, то заработаете 3 балла. Если же ответ ваш будет неверный, то 1 балл я у вас заберу. Поэтому не спешите отвечать, слушаем внимательно. Долго он в лесу стоял, и никто его не брал. В красной шапке модной, никому не годной. Мухомор. 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 Конечно же, это мухомор. А время сейчас подводить итоги. Итак, в первом конкурсе вы заработали 3 балла. 1 балл у вас был бонусный. Во втором конкурсе ваша копилка пополнилась еще на 2 балла. Ну и в третьем 3 балла. Итак, считаем, сколько всего получилось? У нас получилось всего 9 баллов. Правильно, сегодня вы заработали 9 баллов. И сейчас Спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю я встречусь с вашими соперниками. А с вами мы увидимся чуть позже. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин